2018 год знаковый. 20 лет тому назад в Республике Беларусь был принят закон об энергосбережении. Стало очевидным, нужно беречь то, что дано нам природой, приумножая богатства, которые создавались веками. Пришло время вспомнить народную мудрость, бережливость, лучшее богатство. 20 лет назад экономия и бережливость стали приоритетными направлениями и для учреждений образования Гомельской области. Мы шли от простого к более сложному. Начинали с самого простого, с рисунку, с конкурса рисунку по энергосбережению. А затем эта тема зацепила и физику, и ририку. И у нас создала своя система. Система, в составе которой вся сеть учреждений образования. Первыми шагами на Гомельщине стали дни энергосбережения, которые проводились в школах и детских садах. По итогам конкурса «Энергосбережение глазами детей» лучшие работы учащихся гомельских школ номер 12, 17 и 26 были растиражированы Государственным комитетом по энергосбережению и энергетическому надзору Республики Беларусь в 2000 году. Обобщен опыт работы средней школы номер 4 города Светлогорска в книге «Берегоша». А творческая работа Национального детского сада начальной школы «Атиква» города Гомеля стала своеобразным гимном энергосбережения. Много лет назад вместе с моими учащимися мы сочинили стихотворный текст, посвященный энергосбережению. И вот с тех пор с удовольствием поем его на мелодию белорусской народной песни, очень популярной. «Бывайте здоровы, живите богато». Ведь фраза «Живите богато» напрямую связана с вопросами экономии, энергосбережения и бережливости в целом. Я в дикой сутеной завею, завей, Заблите старого и вовны, и теперь Мягкой вашей матью, прозрызкой струёю, Людь краной с холодной и тёплой водой. В детском саду «Атиква», что в переводе означает «надежда», до сих пор сохраняется добрая традиция. А дидактические игры, разработанные педагогами в то время, актуальны и сегодня. Нужно всем нам научиться, проявив терпение энергосбережению. Слушайте, первый наш совет. Уходя, гасите свет. Людям всем вода нужна. Закрывайте кван всегда. Берегоша учит нас эконом, тепло и газ. Я хочу быть бережливой, экономной быть. Хочу даже папу, даже маму экономить научу. Мы считаем, что экономии бережливости следует начинать учить с младшего возраста. Этот возраст позволит нам вырастить детей, которые будут рационально и бережно относиться как к природным ресурсам, так и к теплу, воде, электроэнергии. Быть гражданином мира и чувствовать ответственность за свою страну и малую родину – одна из главных задач в воспитании современного человека. Новый импульс дала и директива номер три президента Беларуси о приоритетных направлениях укрепления экономической безопасности государства. Возникли новые идеи, которые помогли вовлечь огромное количество школьников и их родителей в такую непростую тему, как энергосбережение. Республиканский конкурс школьных проектов «Энергомарафон» – лишнее тому подтверждение. Созданный в 2008 году под эгидой Департамента по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь, он дал старт увлекательному и бесконечному путешествию. Вдохновителем всей энергосберегающей деятельности являлся и является Шенец Леонид Васильевич. В то время это начальник областного управления за рациональным использованием даблетических ресурсов. Он ставил задачу думать, каким образом вовлечь молодежь в эту тему, какие формы найти. Тогда не было у нас литературы, мы не могли использовать какие-то аналоги. Мы просто создавали эту систему, так сказать, с чистого листа. За 20 лет кропотливой работы гомельчане не изменили себе. Более того, во многом стали первопроходцами и инициаторами. Главная гордость – первый в Республике музей энергосбережения, который со дня открытия в 2008 году стал визитной карточкой гомельщины. За годы своего существования он дважды менял статус, трижды справил новоселье. Из школьного музей вырос в современный учебно-практический центр. Здесь собран богатый учебно-методический материал, размещены тысячи макетов, приборов и экспонатов, документов нормативно-правовой базы энергосбережения. Обобщен опыт работы гомельских педагогов. В созданной здесь лаборатории можно понять, как работает электростанция и сколько необходимо потратить энергии, чтобы загорелась лампочка. Стать онлайн-конструктором зданий и правильно выбрать водосберегающее оборудование. А также самостоятельно тестировать свои знания с помощью специальных калькуляторов, считалок экономии. Многочисленные делегации из разных стран дали высокую оценку его создателям и отмечали ценность музея в мировом масштабе. Сегодня уникальный учебно-практический центр получил свою прописку на базе Гомельского областного лицея. Он является своего рода ядром управления энергосберегающей деятельности нашей области. Здесь внедрен инновационный комплекс «Энерго-дозор», который в режиме реального времени показывает результаты внедренных энергосберегающих мероприятий и получаемый экономический эффект. Он носит не только коммерческий, но и мировоззренческий характер. Учебно-практический центр обеспечивает выполнение поручения облсполкома по распространению накопленного опыта среди предприятий и организаций области. Есть изобретение средней школы номер 27, изобретение, которое мы предложим в производство для того, чтобы совершенствовалась комплектация кабинета физики, то есть это умные жалюзи. Совершенствоваться помогают и областные туры конкурса «Энергомарафон», куда гомельчане вносят свои новинки. К традиционным номинациям, таким как рисунок, плакат, научно-техническая разработка, видеоролик, культурно-зрелищные мероприятия, добавляются «Ноев», «Ковчег», «Школа будущего», «Робототехника» на службе энергосбережения и другие. К участию присоединяются и учреждения профтехобразования. Свои достижения они демонстрируют на выставках технического творчества. Это еще одна возможность реализовать свой потенциал, спроектировать макеты, изобрести новые приборы, позволяющие сэкономить электроэнергию. Сегодня конкурс дорос до серьезных инновационных разработок, которые вполне могут быть внедрены на практике. Мы стремимся развиваться. Сегодня мы участвуем не только в республиканском конкурсе «Энергомарафон», в котором мы систематически занимаем призовые места, но мы вышли на зарубежную деятельность. Экономии можно и нужно учиться. Это стиль, образ современной жизни. Так считают в Гомельской школе номер 44 имени Лебедева. Коллектив один из первых, кто стоял у истоков создания целой системы воспитания. От ребенка до подростка, от педагога до родителя. Энергоэкономические мотивы прослеживаются буквально везде. На уроках, классных часах, факультативах. Сложное дело энергосбережения становится доступным детям с помощью деловой игры «Приключения Вольтика», на которой воспитывается уже не одно поколение. Здесь создан семейный клуб «Домовитый», главный девиз которого – «Копейка рубль бережет». «Начни с себя, введи экономию в привычку», заявляют в школе номер 40 города Гомеля, которая неоднократно становилась лидером энергомарафона. Основополагающей здесь стала программа «270 дней бережливости» по количеству учебных дней. И в этом помогает юный герой по имени Беппи, что означает «бережливость», «экономия», «привычка», «инициатива». Проект «100% бережливости» принес коллективу стопроцентную золотую победу как на областном, так и на республиканском конкурсе. Сегодня можно смело сказать, что темой энергосбережения на Гомельщине заряжен буквально каждый. Активно заявляют о себе регионы. Победители конкурсов не остаются в стороне от проблем своей малой родины по принципу «Где родился, там и пригодился». Например, в Утевской средней школе Добружского района постигают законы природы учиться с помощью научного общества с символичным названием «будучение». Акцент делают на исследования, полезные для внедрения в сельской местности. Например, проект «Агрогородкам тепловую энергию из возобновляемых источников». «Здравствуйте!» «Давайте мы с вами отправимся в маленький городок, в путешествие. Хорошо?» «Да». «Там есть одна улица, которая называется Бережливая. Там живут на этой улице два гномика. Одного гномика зовут эконом, а другого – транжира». Чувство хозяина формируется у людей с самого раннего детства, и начинается оно с бережливости. Такой позиции придерживаются и в Хармянском районе, который в 2008 году стал победителем в республиканском соревновании по экономии топливно-энергетических и материальных ресурсов. Вдвойне приятно постигать азы энергосбережения по учебникам, составленным твоим учителем. В Речицкой школе номер 9 сухие цифры и уравнения превращаются в настоящее театральное действие. После того, как учительница Екатерина Воробей стала победителем конкурса «Энергомарафон-2014», школа преобразилась. В качестве премирования были выделены средства по программе энергосбережения, которые пошли на замену старых окон на стеклопакеты, а коллектив получил новый импульс в своей работе. Не забывают о науке энергосбережения и в детском реабилитационно-здоровительном центре «Птич», который расположен в живописном уголке Петриковского района. Здесь по государственной программе «Дети Беларуси» учатся и отдыхают школьники из районов, пострадавших от чернобыльской катастрофы. Приезжающие на оздоровление ребятишки буквально на живом примере познают преимущества альтернативной энергетики. При финансовой помощи республиканского бюджета и Глобального экономического фонда «Про.ООН» с использованием собственных средств установлены солнечные коллекторы и фотоэлектрические панели для горячего водоснабжения и электроснабжения, детского оздоровительного центра. А собственная котельная переведена на местные виды топлива. Возобновляемые источники энергии дают возможность делать окружающий нас мир чище и привлекательнее. Неоднократный победитель конкурса «Энергомарафон» Гомельский областной центр технического творчества детей и молодежи на призовые деньги создал инновационный парк. На его основе создан новый технический кружок, который назвали «Кулибинград». Полученные знания помогают детям стать экологически ориентированными потребителями энергии. От простого к сложному, от теории к практике. В этом направлении и двигается областная система образования. И с помощью активной поддержки Гомельского областного управления по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов более чем в 100 учреждениях образования внедрены современные энергосберегающие технологии. Заменены оконные блоки на стеклопакеты, модернизированы системы освещения и отопления. Полученная экономия приносит отдачу. Гомельская область дважды в 2011 и 2016 годах принимала участников республиканского конкурса «Энергомарафон» и республиканских семинаров. К нам едут за опытом не только из Беларуси, но и ближнего и дальнего зарубежья. Делегации Всемирного банка, Вышеградского фонда. Область расширяет свои границы и выходит на международный уровень. Налажена работа со школами России, Украины, Азербайджана. Создан совместный проект областного управления образования с учреждениями Западной Европы под названием «Энергорандеву в Беларуси». В действии новый образовательный мировоззренческий проект «Энергорандеву в Беларуси-2», разработанный Татьяной Атроховой. Буквально недавно этот проект отмечен наградой на международном конкурсе «Энергия будущего». имени шейха Заеда в Арабских Эмиратах. Наш проект соответствует тем требованиям, которые были выдвинуты на стадии объявления. То есть это лидерство, это долгосрочная перспектива, новизна, инновации. Поэтому мы видим, что мы можем что-то создавать, творить. Мы можем заявляться на высоких уровнях, для того, чтобы получить какие-то гранты. И главное, популяризировать свои идеи. Многое сделано за 20 лет, но еще больше предстоит сделать. Ведь экономия и бережливость – одна из самых перспективных и актуальных проблем развития современного общества. Главное понять, чтобы помочь окружающей нас природе и сохранению климата, от вас не потребуется ни крупных материальных затрат, ни сложных специальных устройств, ни больших физических усилий, недлительного времени. Достаточно начать действовать здесь и сейчас.